Вы слушаете канал жаж.клаб «История шампанского». Совершенствование метода, удаляющего непривлекательные осадки, которые долгое время портили игристое вино, широко приписывают, справедливо или ошибочно, монаху и мастеру погреба в Бенедиктинском аббатстве от Вилья, никоему дому Переньону, 1638-1715. Именно в этом аббатстве Блис Реймса во Франции должна была произойти настоящая революция, которая изменила судьбу региона и навсегда изменила производство и популярность игристого вина. Родилось шампанское, созданием успешных домов, таких как Руинард, Моэт, Вдова Клика и Поммери, янтарный нектар покорит всех желающих и станет самым знаменитым вином в мире, символом элегантности, праздника и роскоши. Долгий путь к совершенству именно римляне завезли виноградную лозу в Северную Галлию в одном веке и они уже были опытными виноградарями, полностью осознающими преимущество максимального улучшения климатических и почвенных условий. Обрезка, прививка и подготовка виноградных лоз были обычной практикой, и все эти навыки потребуются для выращивания качественного винограда в прохладном северном климате региона Шампань на северо-востоке Франции. Однако только в IX веке вина региона, все еще не по-настоящему игристые, набрали популярность, чему в немалой степени способствовало растущее значение города Реймса и его кафедрального собора, где короновались французские короли. В XIII веке вино из Шампани приобрело международную репутацию благодаря большим торговым ярмаркам, ежегодно проводимым в регионе. Графы Шампани знали, что, одобряя эти ярмарки, которые иногда длились шесть недель, и предоставляя торговые стимулы, они могли бы побудить английских, испанских и итальянских торговцев импортировать шампанское на новые рынки. К следующему столетию большая часть территории вокруг Реймса была засажена виноградными лозами. Вино стало крупным бизнесом. Вино, производимое в регионе Шампань, могло бы быть популярным, но оно по-прежнему оставалось мутным напитком, распространенным повсюду. Однако к середине XVII века виноделы начали экспериментировать с вином, изготовленным только из белого винограда, и с различными методами, которые делали вино более прозрачным, чему способствовала климатическая тенденция Шампани производить черный виноград, который лишь слегка окрашивает вино. Также предпринимались первые попытки преднамеренного производства игристых вин, в отличие от несколько случайного производства, которое было вызвано тем, что виноделы фактически пытались избежать шипучего красного вина, но разливали его по бутылкам до завершения ферментации. Эти два подхода были бы объединены монахами от вильи, среди которых одно из самых известных имен в мире вина – Дом Перенен. Дом Перенен Дом Перенен приобрел легендарный статус изобретателя игристого шампанского, которое мы знаем и любим сегодня, но мифология его окружения заслонила вклад тех, кто был до него, и его современников, как во Франции, так и в Англии. Знаменитый монах и его легендарный статус также умело продавались с тех пор, как Моэт и Амп Чандон купили аббатство от вилья в 1823 году. Что мы знаем, так это то, что Перенен жил с 1638 по 1715 год, и после его поступления в Бенедиктинское аббатство Сен-Ван в 1658 году он быстро произвел впечатление. В течение следующего десятилетия он получил оба почетных звания Дом и вторая по престижности должность в аббатстве – мастер погреба. За свою 47-летнюю карьеру вино, произведенное этим дотошным монахом, прославилась не как продукция аббатства от вилья, а как «Вина де Перенен». Фото – Джаадж. Клаб без сомнения. Дом Перенен был мастером смешивания вин с разных виноградников для получения отличительного и последовательного купажа, который до сих пор является важным, возможно, самым эссенцией, составляющая сложного процесса производства шампанского. Хотя он, возможно, и не был тем, кто изобрел настоящее игристое вино. На самом деле его краткое изложение, вероятно, было прямо противоположным. И, чтобы попытаться устранить нежелательные пузырьки из красного вина, монах ускорил процесс в направлении напитка, который мы знаем сегодня. В трактате, написанном его звездным учеником и преемником братом Пьером, ему приписывают производство первого настоящего неподвижного красного вина. Он также создал традиционный пресс для шампанского, который был легче и быстрее, что позволило сократить время контакта кожицы с соком и значительно повысить конечную прозрачность вина. Еще одним важным решением стало возвращение дом-перенен к использованию пробковых пробок, которые были намного лучше запечатаны, чем предыдущие пробки из дерева и конопли, обеспечивая меньший кол. Продолжение истории читайте на сайте jah.club